У многих людей, при взгляде на полигональную кладку, возникают сомнения, что подобные формы блоков и столь плотное их сочленение можно было получить, работая с камнем, который находится в твердом состоянии. Задача эта кажется слишком сложной, а нередко и совсем невыполнимой. Очевидно, что добиться подобного результата было бы гораздо проще, если б сопрягаемые поверхности блоков пребывали в размягченном состоянии. Такая идея подкрепляется и внешним видом многих блоков, их лицевых сторон и деталей на них. Углубления на их поверхностях иногда выглядят как результат вдавливания размягченного материала. Все это регулярно дает поводы для рассуждений о размягченных состояниях камня, о возможных его степенях, о способах получения такого состояния. В частности, об использовании геополимеров при сооружении полигональных комплексов. Такому варианту не откажешь в некоторой рациональности. Однако он плохо соотносится с реальностью. Он не учитывает многих нюансов внешнего вида полигональных блоков. Не учитывает и нюансов их структуры. Все эти моменты уже рассматривались достаточно подробно, но теоретические построения не всегда доходчивы. И поэтому хорошо, когда предоставляется возможность сделать некоторые сравнения, имея пример практического воплощения бетонной версии формирования стены, имитирующей полигональную кладку. Базовым правилом при создании полигональной кладки является правило приемных и ответных профилей. Оно раскрывает суть набора конфигураций посадочных мест, приемных профилей. Определяет этапы возведения стен, включая последовательность укладки блоков. Профиль сопряжения в полигональных кладках – это линия стыка, образованная сомкнутыми, взаимно отвечающими поверхностями нескольких блоков. Он представляет собой определенного вида кривую с минимальными искажениями. При этом взаимное соответствие сопрягаемых поверхностей подготавливается отдельными действиями. Но в применении к бетонным вариантам это правило оказывается просто излишним, поскольку профили сопряжения здесь – результат других процессов. Здесь нет необходимости ни в таких же разновидностях посадочных мест, ни в согласованной предварительной подготовке сопрягаемых сторон. Литье позволяет заполнять межшовное пространство как есть, и в результате вся подготовка ответной стороны к сопряжению и самой боковой поверхности и кромок снимается за ненадобностью. За счет этого и линии сопряжения выглядят иначе, нежели в аутентичных полигональных кладках. И сама криволиненность сопряженной поверхности у них более выражена. Отливка позволяет сразу задавать конфигурацию поверхности верхнего уровня блока, с тем, чтобы впоследствии использовать ее как посадочное место. При этом существенного ее видоизменения при создании кладки методом отлива не требуется. За счет этого регулярно образуются Г-образные профили. В полигональной кладке они, напротив, весьма редко встречаются. В незавершенных участках полигональной кладки видно, что блокозаготовки имели форму необработанного камня. Соответственно, создание на них приемных профилей требовало удаления излишка породы. В случае с литьем имеет место более рациональный подход. Никто не станет делать подобные выступающие части с тем, чтобы потом удалять их для создания посадочного места под следующий блок. Посадочное место логичнее и проще сформировать сразу при отливке блока. Это еще раз подтверждает, что подобные формы аутентичных блоков – результат работы с твердым материалом. Отчасти это обрисовывает требования, которые предъявлялись в заготовках под блоки. Они должны были обеспечивать избыток формы, который позволял бы создавать необходимую конфигурацию как лицевой, так и тыльной части будущего полигонального блока. Следующий элемент – кромки. В полигональных кладках создание кромок является одним из ключевых моментов. Это необходимый технологический элемент, позволяющий подготовить боковую поверхность для сочленения с ответным блоком. Кроме того, кромка одновременно оказывается важной частью лицевой стороны блока, в немалой мере определяя ее вид. При отливке подобный элемент в технологической роли не нужен совершенно, поскольку поверхности сопряжений образуются вследствие других процессов и действий. При литье нет смысла создавать и ровные поверхности сопряжений. Это не будет способствовать сцеплению блоков в кладке. Их форма может и должна быть произвольной. Чем более криволинейными будут сопрягающиеся поверхности, тем лучше для такой кладки. А при работе с твердым камнем, излишняя кривизна будет только усложнять подгонку или даже препятствовать ей. Усиленная криволинейность сопряженных сторон, пожалуй, самая существенная особенность формирования стенки из отдельных блоков, сделанных с помощью литья. За счет нее такой метод позволяет игнорировать дополнительную фиксацию блоков, которая была обязательной для полигональных кладок. Катаклизмы, которые пришлось пережить на своем веку полигональным комплексом, не вызывали их тотального разрушения. Причины подобной стойкости подробно рассматривались во второй серии цикла фильмов, посвященной регулярным правилам. Среди них наклон стен сооружений, наклон облицовочных кладок, а также применение таких типов блоков, которые соответствуют напряжениям в кладке. Например, для зданий использовался тип блочок. В целях устойчивости и прочности конструкции усиливались в проемах блоками прямоугольной формы, а кладки из блоков свободной формы мегалитами на углах. Тыльные части блоков утапливались в насыпи. Скальные выходы использовались в качестве опорных элементов, а криволинейные боковые поверхности по сути играли роль замковых соединений, что в значительной мере препятствовало подвижкам блоков. Все это делало полигональную кладку достаточно прочной и надежной. При использовании литья вовсе не обязательно придерживаться базовых принципов полигональной технологии, чтобы получить похожий результат. Устойчивость сооружения будет такой же. Особенно очевидно, это может быть в районах с повышенной сейсмоактивностью или в местах, где существует вероятность подвижек грунта, осыпания склонов. В целом, за счет усиленной криволинейности стыков и массы блоков такое сооружение будет не менее надежно, чем аутентичные полигональные кладки. Заметно, правда, что оно оказывается более приспособленным к бытовым запросам людей. Литьем можно также достаточно подробно сымитировать аутентичную полигональную кладку. Степень внешнего сходства при этом можно регулировать, воспроизводя те или иные нюансы поверхности лицевых сторон и кромок полигональных блоков. Можно выдержать структуру профилей и плоскости сопряжения. Можно воспроизвести кромки. Однако их создание потребует дополнительных затрат и усилий, а результатом будет лишь большее внешнее сходство. Эти элементы будут здесь выполнять только декоративную функцию. А в полигональных кладках они необходимы элементы, которые обеспечивают сопряжение блоков, устойчивость кладки и ее вид. На блоках они не только элементы внешнего вида, а не средство его получения. Отдельно стоит коснуться характеристик прочности. Плотный известняк демонстрирует предел на сжатие 50-150 мегапаскалей. Граниты вовсе 100-280 мегапаскалей соответственно. В то же время для бетонов характеристики находятся в пределах 10-80 мегапаскалей. Отсюда автоматически следует, что при замере прочности на сжатие блоков полигональных кладок полученные значения будут превышать аналогичные параметры высокопрочных бетонов, что и наблюдается, но почему-то вызывает удивление некоторых исследователей. Даже такой поверхностный обзор дает представление, что все моменты полигональной технологии рассчитаны на получение результата при работе с твердой породой, что они не могли быть получены спонтанно или изобретены тут же на строительной площадке, людьми, которые никогда не добивались такого качества обработки камня и не имели дела с такими объемами строительства. Не могли они быть сделаны инструментом, который изобретался бы тут же, по ходу дела? У всего этого должна быть длинная и непростая история. Строительная технология такого уровня должна была пройти некоторые обязательные этапы становления и развития. При этом вопрос, что инки обладали знаниями и навыками, необходимыми для создания полигональных сооружений, даже не возникает. Обработка камня в их строениях и отдаленно не напоминает ту, что применялась для создания полигональных кладок. Их стремление сделать нечто подобное регулярно оборачивалось лишь поверхностным копированием внешних каких-то моментов. Правила, которые были обязательны при создании полигональных сооружений, ими не соблюдались и зачастую откровенно нарушались. Похоже, что происходило это у них непреднамеренно, а просто в силу незнания этих правил. Или потому, что не хватало сил и навыков их соблюдать. Или, что кажется еще более вероятным, инки просто не нуждались в том результате, который обеспечивался полигональной технологией. Их потребности, в том числе и эстетические, вполне удовлетворяли постройки, которые они были в состоянии сделать. Это касается, например, наклона стен в их строениях. Что красноречиво свидетельствует, повторение внешнего вида полигональных сооружений с помощью неаутентичных материалов и методов не приводит к пониманию причин, приводивших к его формированию. И в итоге, обеспечивая в большинстве случаев подходящее качество, все же не дает тех функциональных свойств, которыми обладали аутентичные постройки. Полигональные сооружения всегда, во все времена, вызывали у людей живой интерес, желание создать нечто похожее. Следы попыток, имитирующих полигональные кладки, можно встретить во многих уголках мира. Но, как и у инков, дело часто ограничивалось повторением лишь некоторых наиболее характерных внешних черт. Как бы там ни было, имитации полигональных кладок теперь прочно занимают свое место в зодчестве. Они стали неотъемлемой частью архитектуры и в целом человеческой культуры. Воспринимаются как нечто, соответствующее запросам и нуждам человека, и даже порожденное, вызванное ими. При этом функциональная сторона первоисточников, именно то, что и дало все отличительные черты полигональных кладок, воспринимается теперь уже как нечто совершенно стороннее, не имеющее к делу никакого отношения. А сами первоисточники в большинстве либо растащены, либо приспособлены под нужды новых хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok